Рабочая партия России И я думаю, что эту работу он продолжит, тем более, что эта работа очень важная, нужная, и товарищи, которые располагают необходимыми материалами и документами, в этом будут помогать. Но есть такие вопросы, которые становятся актуальными из истории нашей партии, и требуется не ждать, когда будет создан соответствующий фильм, а о них рассказать раньше. Вот я хочу рассказать о том, как те люди, товарищи, которые создавали рабочую партию России, пришли к выводу о том, что нужно обеспечить голосование, записанное ныне в уставе, что во всех руководящих органах, включая высшие, включая высший орган такого органа, как собрание организации, что во всех этих руководящих органах голосование проводится так. Должно быть обеспечено большинство рабочих. То есть нерабочих может голосовать на одного человека меньше. Как и почему пришли те товарищи, которые создавали рабочую партию России, как был создан, почему записан такой пункт устав. Это было связано, как вы понимаете, с тем, как рождалась рабочая партия России. Возьмем события 1991 года. С одной стороны, в 1991 году указом Ельцина была приостановлена деятельность и КПСС, и КПРСФСР на государственных предприятиях. Между прочим, на частных не была приостановлена. И вот КПСС прекратила свою деятельность. Члены КПРСФСР тоже стали ждать развития событий. И даже появилась такая социалистическая партия трудящихся в Артазаровой, которая как бы представляла тех товарищей, которые были в КПРФ. Они стали ждать решения Конституционного суда и подали бумагу о том, что пусть Конституционный буржуазный суд, если он решит разрешить Коммунистическую партию, то она будет действовать. А не разрешить, то и не будет. То есть это люди, которые появились потом в лице КПРФ, это так называемые разрешенные коммунисты. Это не те коммунисты, которые, когда пришли фашисты и создавали подпольные обкомы, горкомы и действовали, не ожидая разрешений, и выступали против своих противников. Нет, здесь вот появились такие, новый такой сорт коммунистов, в кавычках, которые, вот если их разрешит буржуазная власть, они будут действовать. Если не разрешат, они действовать не будут. Но, к счастью, не все так относились к понятию коммуниста. Вы, наверное, знаете, это хорошо описано было и в предыдущем фильме, что уже еще до 1989 года была создана такая организация, как Общество научного коммунизма. Клуб «За и против» существовал здесь, в Ленинградском обкоме КПСС, и в Доме политпросвещения он проводил свои занятия, но не имел, так сказать, прямого отношения к партийным делам. Это была инициатива товарищей коммунистов, которые считали необходимым реагировать на те события, которые происходят. Был создан городской совет политклубов рабочих, в котором приняли участие не только рабочие, но и три первых секретаря. И наиболее активным участником из числа секретарей был Юрий Евгеньевич Раков, секретарь Петроградского райкового партии. Был создан совет рабочих Ленинграда, который возглавил докер Тимофеев Евгений Петрович. Евгений Петрович и сейчас на профсоюзной работе. Евгений Петрович очень занимал всегда твердую, четкую и ясную позицию. И задачей этого самого совета рабочих было бороться за возвращение социализма. За то, чтобы снова у нас в стране был социализм. И были созданы широкие довольно организации. Мы, вот по инициативе товарища Пыжова, товарища Красавина и моей, в 1989 году, когда мы вот трое были при поддержке того же самого Петроградского райкома партии и при поддержке Ленинградского райкома партии, когда мы были зарегистрированы кандидатами в народные аудитории СССР по Ленинградскому национально-территориальному округу, мы на одном из больших-больших собраний, которые провояли у Кировского стадиона, когда был митинг с Алье, либералтки, мы объявили, а нельзя было нам слово не дать, мы были кандидатами в народные депутаты СССР, мы объявили о создании объединенного фронта трудящихся Ленинграда и области. А к этому уже товарищ Раков подготовил и помещение, соответствующее с телефоном, в ДК Ленсовета, и была приготовлена штаб-квартира нашей организации, то есть юридический адрес, это музей имени Сергея Мироновича Кирова, и был заготовлен у нас и бухгалтер Совета рабочих Ленинграда, Казан Георгий Леонидович, в свое время рабочий, токарь, а потом вот он в последнее время работал заместителем генерального директора Светлана Ужинастроения. Сейчас он, к сожалению, тяжело болен. И вот мы организовали объединенный фронт трудящихся Ленинграда и области, москвичи образовали при участии товарища Косолапова, товарища Шишкарева, товарища Анпилова, организовали объединенный фронт трудящихся Москвы, а потом мы поехали с товарищем Федотовым Константином Васильевичем Докером, в свое время председателем правкома Докеров, поехали на шестой съезд ВССПС, и на нем договорились с руководителем. Там мы выступили за выборы через трудовые коллективы, и нас поддержал. Федотов выступил, съезд ВССПС поддержал такую инициативу, и это наша, так сказать, была очень принципиальная позиция. И руководитель профсоюзов города Свердловска сказал, что хотите, можете сделать съезд объединенного фронта трудящихся у нас в Свердловске. И мы на одной и той же площади, вот, на одной стороне была межорегиональная группа, а на другой стороне этой площади проводился учредительный съезд объединенного фронта трудящихся. Мы учредили, и этот фронт трудящихся выделил генерала Макашова, который выступал против Горбачева, будучи начальником Приволжско-Уральского федерального округа. И мы сформировали, так сказать, все необходимые руководящие органы фронта трудящихся. И появилось большое общественное объединение, выступающее за социализм. Оно включало и членов партии, и не членов партии. И многие не члены КПСС выступали более коммунистично, чем некоторые в это время сдававшие позиции члены КПСС. Затем из тех членов партии, которые входили в объединенный фронт трудящихся России, мы создали инициативное движение коммунистов России. С инициативой бороться вообще трудно. Как можно инициативу запретить? Никак. Поэтому инициативное движение коммунистов стало очень быстро набирать силу. Мы тут проводили съезды инициативного движения коммунистов, в том числе у нас, в Доме политпросвещения. И Горбачев вынужден был сюда, из члена президентского совета рабочего Ярина, сюда прислать для участия в этом съезде. И мы готовили необходимые документы, и тогда по существу разрабатывались основные положения программы, которая стала программой Рабочей партии России. Мы разработали и программу КПСС, которая была представлена перед 28-м съездом и розданной в Центральном комитете. И в этой программе было написано «Изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева». И главное, о чем мы задумались, задумались о том, что надо создавать коммунистическую партию. И мы сделали все необходимые к этому шаги. Когда КПСС была закрыта, и уже все думали, что конец коммунистическому движению в России, буквально через несколько месяцев в Свердловске состоялся учредительный съезд российской коммунистической рабочей партии, к которой мы очень тщательно готовились. И главное, к чему мы готовились, что надо сделать такую партию, с которой судьба была бы похожа на судьбу КПСС. А что заметно было тогда для тех, кто наблюдал, что происходило с КПСС? Из КПСС рабочие уходили, она перестала быть рабочей партией. Ну а поскольку я и в своей научной работе знакомился с состоянием положения рабочих партий, если мы возьмем любые бюро и комитеты, везде рабочие оставались в меньшинстве. Эти данные приведены в моей книге «Планомерное разрешение противоречия развития социализма» как первой фазы коммунизма. А что касается общей картины, то при Брежневе, при приеме в КПСС принимали так, 59% должно быть среди принимаемых рабочих. Как это решалась проблема? Невзирая на постоянный рост численности за всякие возможные пределы партии, она насчитывала уже 18,6 миллиона человек, сначала набирались интеллигентов, которые валом валили в КПСС, валом валили на вот этом битке, когда уже чувствовалось, что все разрушается у нас в КПСС, двигалось и двигалось большое число интеллигенций, в основном карьеристов, которые думали, что обладание партийным билетом позволит им наверх продвигаться, а к ним нужно было добавить столько рабочих, каких угодно, совсем не передовых, совсем не сознательных, каких угодно, лишь бы они составили среди общей массы 59%. Вот такая была картина. Значит, мы прекрасно видели и понимали, что как раз сознательные рабочие из КПСС некоторые уходили, но вот если происходило просто разрушение партии, такого допустить, чтобы появился такой вакуум, чтобы в России не стало коммунистического движения, после такой славной истории мы не могли, и поэтому уже в Свердловске был собран съезд, усердительный съезд Российской КПСС. Российской Рабочей Партии нам говорили наши товарищи, бывшие члены КПРФ, которые замерли и которые, так сказать, легли на дно, говорили, что вам никто не разрешит, нельзя будет действовать, ни в коем случае, и так далее. Вот, дескать, на столе у Ельцина лежит уже проект указа о запрещении всякой коммунистической деятельности. Я говорю, ну, напишите другой проект и положите на стол Ельцину. Нет же запрещения коммунистической деятельности, а раз нету, значит, можно действовать. И мы собрали, провели съезд, и на этом съезде учредили в Свердловске Российской КПССР. То есть перерыв, считайте, между закрытием КПСС и открытием новой КПССР составил буквально несколько месяцев. Благодаря той предварительной работе, которая была проведена Объединенным фронтом трудящихся и движением коммунистической инициативы. И вот нам надо было решить главный вопрос, чем будет эта партия, Российская КПССР, отличаться от КПСС Умирающей. Во-первых, мы сделали вывод, что именно от невнимания к рабочим, от того, что рабочих оттеснили от всех важных постов, что рабочие здесь были больше, так сказать, бутафорским прикрытием карьеристических замашек интеллигентов, которые, так сказать, двигались во всю партию. Значит, мы решили, что партия рабочего класса должна на первое место поставить рабочих, чтобы они были не просто, так сказать, в названии присутствовали, что это рабочая партия, а чтобы они присутствовали во всех руководящих органах. И мы это провели. Причем я хочу сказать, что, поскольку я был, так сказать, представлял собой мандатную комиссию, я выдавал красный билет тому, кто поддерживает руководящие роли рабочих. И розовый тем, кто не поддерживает руководящую роль рабочих в партии. Значит, надо сказать, что в числе решающих голосов оказалось большинство интеллигентов, но они все проголосовали. При большинстве интеллигентов было проголосовано, чтобы в этой партии во всех органах было большинство рабочих. Итак, это положение вошло в устав РКРП, и я, насколько понимаю, это и сохраняется в уставе РКРП. И, казалось бы, получилось то, вот о чем сегодня мечтают товарищи Кузьмин, Царайкин и другие наши товарищи, которые думают, что достаточно того, что у нас вот есть в органах, и все в порядке. Но потом, когда РКРП стало действовать, мы обнаружили, что по-прежнему вернулось то старое, что было. У нас были там такие партийные работники, как Тюлькин и Терентьев. Они их начали вести в пленум. Не было тогда ни первого секретаря, ни генерального секретаря. Они появились только тогда, когда мы ушли из РКРП. И вот мы обнаружили, что то старое поведение, что рабочие все на вторых ролях, оно сохраняется, а при таком положении нечего и думать о том, что эта партия будет расширяться за счет рабочих. То есть рабочие в такую партию, где они только на посылках, где они играют решающие роли, не пойдут. Это стало ясно, и это и стало ясно очень быстро. Потому что, вот представьте себе состав комитета. Любого. Вот, допустим, центральный комитет. В нем 30 человек. Из 30 человек 16 рабочих и 14 нерабочих. Норма соблюдена? Соблюдена. На заседание центрального комитета приезжает 14 нерабочих и 12 рабочих. Поскольку рабочим, которые работают и сверхурочно, и у них сменная работа, и у них, конечно, нет возможности успеть приехать и уехать за то время, которое выделяется для проведения заседаний ЦК. Так получается, что на каждом заседании, несмотря на то, что в составе комитета, центрального комитета, находится большинство рабочих, присутствует меньшинство рабочих. И большинство нерабочих. И то же самое на уровне наших организаций. А в организациях, в партийных, ну там вообще большинство интеллигентов было. Ну как бы интеллигентов, которые пришли бороться за коммунизм. Но рабочие там были в меньшинстве. В комитетах городских организаций, областных, то же самое. В составе комитета больше половины рабочих и меньше половины... Больше половины рабочих, меньше половины нерабочих. Но реально присутствует на реальных заседаниях всегда больше половины нерабочих и меньше половины рабочих. Это понятно как. То есть одно дело в составе, а другое дело интеллигентам легче посещать собрания и заседания, чем рабочим, которые в связи со своей работой и со спецификой своей работы не могут или не всегда могут попасть. В итоге что мы увидели? Мы увидели, что наша РКРП стала крениться в ту же сторону, в которую кренилась КПСС. Вот настойчиво звучали призывы снова сделать пост секретаря первого и так далее, а мы этому мешали и так далее. И когда докера Тимофеева, который возглавлял рабочую комиссию, не включили уже даже в состав Оргбюро, мы поняли, что мы снова становимся как мухи в молоке. Снова получается та старая КПСС, хотя и под названием РКРП. Мы тогда две комиссии, и логическая комиссия, которую я возглавлял, и комиссия по рабочему движению, которую возглавлял товарищ Тимофеев. Мы провели собрание и приняли решение о том, что мы из партии РКРП выходим и учреждаем рабочую партию России. И главный пункт, который мы внесли в устав и который гарантирует рабочий характер партии в большей мере, чем тот устав, который был, это пункт о том, что во всех руководящих органах должно быть большинство рабочих не только номинально в составе, но и при всяком голосовании. То есть при всяком голосовании, где решаются какие-нибудь вопросы, или в том руководящем органе, который является низшим, или в том руководящем органе, который является высшим, например, собрание, например, первичные организации более высокий орган, чем комитет. Во всех этих органах при реальном голосовании, когда решаются вопросы, при решении вопросов должно иметь место большинство рабочих. Я хотел бы два слова добавить еще к тому, как к этому относиться. Уже добавить как интеллигент. Причем я принадлежу, можно сказать, к интеллигенции, не самого последнего разряда, которая считается выражением интеллигенции в современном обществе. Я как интеллигент хочу сказать, что вот меня, то, что голосуют рабочие, и я не голосую, никогда не стесняло. По одной простой причине, что если я интеллигент, то есть носитель знания, то неужели я не смогу убедить двух рабочих, если я считаю, что вот у меня есть понимание истины, и если я эту истину должен донести, неужели я ее не донесу? Вот я думаю, те люди, которые нарвят вот самим голосовать и стремятся, чтобы вот им обязательно, интеллигентам нужно голосовать в рабочей партии, они не оценивают себя как интеллигенты, или не являются по-настоящему интеллигентами, не являются носителями знания, и поэтому они, так сказать, добиваются того, чтобы они вот голосованием этого делали. Но тогда мы придем в то положение, в которое пришла РКРП. Я, кстати, всех товарищей, которым вот тут невыносимо в рабочей партии России, поскольку тут большинство рабочих всегда голосует, то самые лучшие и ближайшие наши союзники – это РКРП, откуда мы вышли, мы с ними иногда сотрудничаем, у нас даже совместные занятия будут, ходят в университет рабочих корреспондентов фонда «Рабочая академия». И еще есть другие организации, такие как фонд «Рабочая академия», например. Фонд «Рабочая академия» никаких не предполагает голосований, никаких таких голосований, где было большинство рабочих, там этого нет. Это общественное объединение, и таких твердых норм не содержит, это не политическая организация, хотя она имеет определенную идеологическую направленность, совпадающую с направленностью в Рабочей партии России. Вот я думаю, что поэтому этот вопрос, который сейчас обсуждается, некоторыми товарищами поставлен на обсуждение, которые думают, что они вот что-нибудь светлое и хорошее отстаивают, я должен сказать, что они отстаивают реакционное, отстаивают прямо противоположное тому, что собой представляет Рабочая партия России. Поэтому Рабочая партия России, безусловно, в своих рядах, таких людей, которые воюют против того, что составляет существо этой партии, конечно, будут выступать и решать эти вопросы самым определенным образом. То есть будут освобождаться от тех, кто является противниками Рабочей партии России. Вопрос можно было бы считать этот законченным, если бы не появившиеся вдруг новые течения в нашей партии, течения демократического централизма. Как будто бы у нас нет в партии централизма и демократии. Ну, наверное, товарищи, которые обдумывают такой вопрос, как демократический централизм, понимают, что демократия бывает разная. Бывает демократия рабовладельческая. Феодальной не бывает. Хотя какие элементы демократии тоже были в феодальное время, там в том же самом Новгороде и в Пскове. Так что это была феодальная демократия, и она тоже имела место. Имела место, имеет место буржуазная демократия, когда формально все равны, а сила выступающих, имеющих возможность выступить, или в условиях, в которых они живут, неравны. А есть пролетарская демократия. А пролетарская демократия чем отличается, что она учитывает фактическое положение классов, и поэтому тот недостаток, который испытывают рабочие, поскольку у них есть недостаток и свободного времени, и недостаток в том, что они не имеют такого образования, как другие люди, которые с ними спорят, он в известной мере должен компенсироваться таким образом, чтобы они имели некоторые дополнительные права. Некоторые дополнительные права только тогда и могут обеспечить пролетарскую демократию. Потому что всякая демократия – это власть по существу. А власть не бывает никакой. Власть, она всегда имеет какой-то классовый характер. Так вот, надо так сделать, чтобы в нашей партии власть была все-таки, как власть рабочего класса. И эту власть рабочего класса должны осуществлять и рабочие, и интеллигенты, члены партии. И вот именно поэтому у нас есть централизм. Но этот централизм предполагает, что самым высшим центром нашим является съезд. На этом съезде присутствует большинство рабочих. Вот этот съезд выработает решение, и особенно большую роль при подготовке решения, конечно, играют интеллигенты, они могут и написать, и могут подготовить, и обсудить, и доказать, и разъяснить, и так далее. Очень большую роль, но они должны и показывать, и рассказывать, и объяснять в интересах рабочего класса. И рассказывать так, чтобы товарищи рабочие поняли, что это в их интересах, а не в интересах кого-то другого класса. Вот поэтому у нас в центре, то есть съездом, принимаются решения, обязательные для всех. А поскольку для всех и принимаются демократическим путем, то есть на съезде, то это как раз обеспечивает демократический централизм. Теперь у нас есть центральный комитет. Между съездами в центральном комитете тоже обеспечено более половины рабочих. И при голосовании обеспечено больше половины рабочих. Поэтому задача интеллигентов, которые здесь, в этом центральном комитете присутствуют, разъяснять рабочим их интересы с точки зрения марксизма и генинизма, и содействовать тому, чтобы было принято решение в интересах рабочего класса. Не в интересах только этих рабочих, которые голосуют, и не в интересах тех интеллигентов, которые голосуют, а в интересах рабочего класса. И без интеллигентов, членов партии, это невозможно. Но вот задача, которую решает Центральный комитет. У нас есть между заседаниями Оргбюро, между заседаниями Центрального комитета может собраться Оргбюро. В нем тоже обеспечено больше половины рабочих. И здесь задача интеллигентов также состоит в том, чтобы помочь рабочим сформулировать решение, поскольку они представляются в большинстве голосующих, сформулировать решение так, чтобы оно соответствовало интересам рабочего класса. Поэтому Централизм должен быть у нас пролетарский. Это Централизм рабочего класса. Централизм, который должен исходить из содержания интересов рабочего класса, а не из того, кто здесь присутствует. Здесь и сейчас, и в какой-то момент. То же самое это относится и к решениям первичных наших организаций. Первичная организация имеет высший орган руководящий, это собрание. Там большинство рабочих голосует. Я думаю, что они определяют, кто будет голосовать из числа нерабочих. Но задача всей организации и всех участвующих на собрании, в том числе и интеллигентов, которые присутствуют и составляют по количеству большинство, выработать решение в интересах рабочего класса. Без интеллигентов, членов партии, без их слова, без их письменной работы, без их выступлений в печати, если надо, без них не может быть выработано такое решение, которое соответствует интересам рабочего класса. Поэтому вот если мы не будем упускать из внимания вот эту задачу, обеспечивать пролетарский централизм, вот и если уж применять слово демократии, то пролетарскую демократию, они неизвестно какую демократию. И если мы вообще слово демос возьмём и будем говорить, что такое народ, то под народом в своё время при Ленине понимали христиан, как главных, так сказать, создателей материальных благ. И дворяне ходили в народ. И вот те, кто ходят в народ, себя к народу не причислили. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое народ, вот у Ленина вы найдёте, что народ – это рабочие и крестьяне. Рабочие и крестьяне. Крестьян у нас почти нет. Значит, этих крестьян нет, потому что была коллективизация, и после того, как разрушили коллективные хозяйства, из них создали частные хозяйства. Поэтому у нас есть сельскохозяйственные рабочие, и есть промышленные рабочие, транспортные и так далее. Поэтому у нас нет этих крестьян. Поэтому народ – это рабочий класс. Вот что собой представляет собой народ. И поэтому демократия – это и есть власть рабочего класса. Вот задача партии и в партии, и за пределами партии бороться за то, чтобы была установлена власть рабочего класса. И это и есть самый настоящий паралитарский демократизм и самый настоящий демократический централизм за счётом той исторической обстановки, в которой мы сегодня живём. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Сёмкин